Наверное, на каждой кухне есть вот такая металлическая губка, которая через несколько использований растягивается, стаёт менее функциональной, да и держать её в руках не очень-то приятно. В общем, вам нужна небольшая пластиковая бутылка, от которой нужно аккуратно отрезать горлышко. Теперь берём губку, продеваем через её середину какой-то шнурок и завязываем на узел. Продеваем другой конец шнурка через горлышко и фиксируем его крышкой. Готово! Мы получили отличный фиксатор для губки, который гораздо удобнее и приятнее держать в руке и благодаря которому губка не будет так быстро терять свою пригодность. Кстати, помните прошлое видео про удаление ржавчины? Позавчера с нами связались ребята из Доместас и сказали, что мы взяли не тот Доместас, что они так старались разрабатывая Доместас от ржавчины, а мы взяли от микробов и грязи, и естественно он никак не подействовал на ржавчину. В общем объективности ради мы купили правильный Доместас и сейчас быстренько протестируем его, чтобы эксперимент был честным. Для сравнения включим в эксперимент и тот Доместас из старого видео. Итак, заливаем наши заготовки двумя версиями средства. Практически сразу начинает происходить реакция с ржавчиной, и через две минуты мы видим множество пузырьков вырывающихся наружу. Их становилось все больше, было видно, что реакция идет полным ходом, и частички ржавчины слетают с металла, поднимаясь на поверхность. По истечении 20 минут решено доставать заготовки. Как и в прошлый раз Доместас от микробов особо не повлиял на ржавчину, что логично, ведь он от микробов и грязи, а не от ржавчины. Сейчас посмотрим, что скажет версия от коррозии. А вот такой вот результат! И чистить щеткой даже не обязательно, а мораль такова, что прежде чем что-то покупать, нужно внимательно читать, что пишут на этикетке. Может случиться такое, что у вас будут лезвия от канцелярского ножа, но не будет самого ножа, а работать голыми лезвиями небезопасно. Вам понадобится обычная деревянная прищепка, которую нужно разобрать на две части. Как-то зафиксировать одну часть, и при помощи пилки по металлу сделать пропил по длине деревяшки. Так нужно поступить с двумя частями. Дальше берем пластиковую стяжку или проволоку, и фиксируем их вместе. Теперь в прорезы вставляем лезвие, так, чтобы отверстия лезвия и прищепки совпали. И взяв маленький болтик и гайку, мы вкручиваем их в отверстие лезвия, тем самым прочно зафиксировав его. Мы получаем отличный самодельный канцелярский нож. Лезвие можно будет укоротить при помощи плоскогубцев, и зафиксировать его в более вытянутом положении, используя второе отверстие. Часто бывает, что концы шнурка на капюшоне висят неравномерно, и их приходится постоянно поправлять. Или какой-то шутник вообще затащит один из концов внутрь. Чтоб такого больше не повторилось, выровняйте отверстие, и найдите середину в верхней точке капюшона. Теперь найдите нитку с иголкой примерно такого же цвета, и проделайте несколько витков через шнурок и капюшон с внутренней его стороны. Получится вот такая малозаметная точка на капюшоне, но шнурки теперь всегда будут на одном уровне. Возьмите пробку от вина и наденьте ее на сверло в шуруповерте. Теперь берем кусочек наждачной бумаги, и включив обороты прижимаем к ней пробку, тем самым стачивая ее под конус. Снимаем и отрезаем лишнюю часть, и получаем вот такую универсальную пробку. Благодаря конусной форме, теперь ее можно легко закрывать множество напитков. К примеру тех, у которых металлическая одноразовая крышка. Если у вас осталась половина банки молока или кефира, которую вы не очень хотите допивать, то есть хорошая идея. Насыпьте в нее 2-3 чайные ложки сахара, и примерно 10 таких же ложек муки. Выбейте туда одно или лучше два яйца, и хорошенько потрясите, чтоб все ингредиенты смешались и не было комочков. Теперь берем сковороду, добавляем масло и выливаем немного нашей жидкости. Тем временем быстренько нарезаем колбаски и сыра, переворачиваем наш блин, выкладываем на него ингредиенты и заворачиваем так, как показано на видео. Еще немножко припекаем, и получаем просто вкуснейшие блюда на завтрак. Прелесть лайфхака в том, что мы не пачкаем лишние посуды, где будем смешивать составляющие. И в этой же бутылке мы можем хранить смесь, чтоб сделать такой же завтрак на следующий день. Моя главная профессия! Хаа! Ау! Звучитταν! Субтитры создал DimaTorzok